всем привет мои хорошие ну что девочки должна вам сказать что все происходит так вот ну как вы меня и предупреждали я вижу что мнение в комментариях разделились одни считают что все это бред что все это чепуха не нужно в это верить не нужно на этом зацикливаться зацикливаться действительно не нужно но то что это не бред и не чепуха это можно посмотреть даже по комментариям людей которые к сожалению и их большинство которые к сожалению столкнулись с такой же проблемой как и я и здесь неважно веришь ты или не веришь все это и то есть понимаете это есть я раньше тоже не верила знаешь ты не знаешь я тоже не знала если бы мы не затеяли вот эту всю мелкий ремонт и не решили поменять этот диван я бы до сих пор бы не знала до сих пор бы происходило то что происходило вот я вам скажу откровенно то что я рассказывала здесь вот так вот на канале это 30 ну 40 процентов того что действительно творилось вот у нас дома поэтому я не хочу навязывать не свое мнение не хочу навязывать что делаете там чистить и соблюдайте там что-то не пускайте там людей проверяйте не оставляйте одних каждый взрослый человек будет решать так как ему лучше я также видела комментарии от многих из вас пришли просьбы рассказать что я делала я расскажу что я делала и спрошу у девчонок если они разрешат рассказать то что вот они мне написали вот это что я делала в субботу и воскресенье но перед этим почему я начала с того что все происходит так как вы мне говорили сегодня ночью проявился человек сегодня ночью мне приснился сон и я это женщина с которой я общалась как раз после нашего приезда она тоже здесь живет и общались мы потому что она также помогала беженцам и первое время где-то 3-4 месяца мы очень тесно общались и потом как-то вот ну тише и спокойнее как бы вся ситуация это улеглась и привет пока как дела и и не более и сегодня ночью снится мне сон вот суббота воскресенье я сделала то что мне девчата написали понеделью в понедельнику ночь с понедельника на вторник снится мне сон вот эта женщина на молодая очень красивая энергичная и я бы никогда в жизни не подумала что возможно я не знаю потому что у меня нет прямых доказательств но просто когда ты сопоставляешь факты я сейчас все по порядку расскажу ты начинаешь понимать и снится мне эта женщина что мы куда-то идем и она нас так я шла с милен и она она нас догоняет и почему-то на ней какая-то очень старая куртка такая серая вот она такая вся и возраст у нее где-то уже лет 60 но видно что уже женщина где-то лет 35 вот так вот я думаю ну до 40 и уже видно что ну как бы она уже возрасте на 30 лет считай старше и косынка вот косынка завязана и она догоняет нас лили лили начинает что-то рассказывать я слушаю и она мне говорит что как бы вы должны сделать финансовый взнос денежный взнос там в мою организацию потому что там я там тем занимаюсь этим занимаюсь и плюс когда мы собирали вещи которые там мы раздавали беженцам и так далее и нужно как бы это тоже компенсировать я говорю я чуть ничего не понимаю те вещи которые люди приносили они приносили это безвозмездно отдавалась это ты же знаешь все безвозмездно она говорит нет нет ну вот сейчас нужно и начинает там не говорить там тот-то внес там 15 тысяч евро тут там 30 тысяч евро я говорю ну для нашей семьи как бы это непосильная сумма и она замолкает и я тоже ничего не говорю и она собирается и уходит и я не знаю по какой причине мы идем за ней и большой двор такой вот ну очень большой вот как в селах бывают дома и вот там двор там ну эти сараи какие-то стоят и два цыпленка бегают и как бы я знаю что это ее цыплята и они почему-то серенькие наверное как гусята или утята не желтенькие вот эти маленькие и моя аська съедает поймала одного цыпленка и съедает его и мне так неловко думаю блин тут значит деньги просят еще мой кот сожрал ее цыпленка теперь вообще там будут претензии короче но наш сон понимаете такие я говорю о извини извини мол моя кошка твоего цыпленка съела и я вот в этот момент просыпаюсь и это что ж такое мне всем из ких приходят и я в этот момент просыпаюсь и вот такое какое-то у меня чувство вот знаете девочки но не прияду первых никогда ее во сне не видела мы не подруги мы просто я же говорю что общались именно в тот момент после переезда и у меня такое вот чувство очень неприятно ну собрались мы в школу отвела я милен в школу и когда уже возвращаюсь и там нас два входа возле школы я встречаю эту женщину привет привет но обычно мой привет кукул сова особо и все и больше но привет как дела и все больше никакого общения нет как я уже сказала мы не подруги и он она начинает меня спрашивать как ты себя чувствуешь я говорю да все нормально все хорошо типа она что и папа сиблики ту в объем я говорю пурку а это это невозможно что все хорошо я говорю почему она а ты не болела я говорю ну было но не все нормально типа все хорошо на пьер как я говорю пьер на работе все нормально а мама я говорю мама нормально и медсестры приходят и лекарства все принимает и зарядка вот это вот и ну говорю все нормально знаете вот они так глаза как-то так странно забегали и я говорю ну все на типа время нужно домой она ну да ну да ну да 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 и вот я не знаю может быть это уже у меня как говорится навязчивая идея я я не знаю девочки потому что когда в твоей жизни происходит вот такое что у меня было на протяжении этих двух месяцев я никогда не болела так ну как все мы там что-то заболела все это прошло и одни так что одно проходит второе начинается второе проходит начинается третье четвертое пятое ты не знаешь куда тебе бежать и ты не знаешь что тебе делать и я не знаю возможно это не она но как вы мне говорили что человек себя проявит именно после вот этой вот чистки никто вот тут она которую я думала тоже спрашивали замужем она ли да вот эта женщина которая там меня вот так вот под это самое им все равно тоже писали про медведей девочки все равно они считают некоторые не все но как что у нас там холодно зима морозы потому что мы присылали в том году очень много снега в сумах было и мы высылали фотки как бы ну как они прикалываются что ой там столько снега там у вас медведи ходят это не потому что там что я там родилась в сибири что там меня считают что я там не знаю кто не знаю что для них вот едва которую я говорю плов это узбекская еда там дыруны это больше белорусская еда вот это вот там вареники с украинской острова пельмени это наша сибирская еда и понимает для них все это украинская еда чтобы ты принеси вот меня тоже девчонки но иногда так обижаются ну там типа вот это же тоже не только украинской да это наш славянская там блины они считают что это французская для меня это всегда была наша как бы еда для них блины это или креп это это французская ну ладно это не важно и вот эта женщина на которую как бы я думала которая приходила с моей приятельницей она себя никак не проявила короче ни один человек на которого я бы могла бы подумать не было ни звонков ни каких-то там приглашений или каких-то вот единственное вот это что прошло именно через вот эти через два дня что проявилась это вот эта женщина о которой я даже я даже не думала о ней понимаете так ли это не так время покажет но что я вам хочу сказать сейчас я буду более ну внимательно относиться к людям так скажем которых я не знала я не буду приглашать вот так вот заходи ко мне в дом кто-то считает что я слишком наивная кто-то наоборот и говорит что это все как бы для контента все это делается я опять же я свое мнение или вам доказывать что-то я никому не хочу у вас свое мнение у меня свое мнение вообще для контента существует намного более интересные темы которые более востребованы и то что я рассказываю это как бы то это то что происходит на самом деле но опять же доказывать я никому никому ничего не собираюсь что я буду делать сейчас я буду в любом случае просматривать дом я буду в любом случае как мне написали девочки и святой водой запасусь и свечи куплю и когда вы начинаете вот как в моем случае было ни с того ни с сего на ровном месте болеть или у вас какие-то проблемы вот идеальная семья и начинается какие-то проблемы там с мужем и там с детьми и ссоры какие-то нужно начать искать вот что я поняла я никогда этим не занималась и я ну для меня это был другой мир я для меня это было не интересно моей жизни этого не было и сейчас вот чтобы я посоветовала если вы видите что у вас начинаются вот такие вот проблемы смотрите смотрите в мягкой мебели смотрите в цветочную горшках потому что если кто помнит когда я купила вот эти беленькие цветочки одна упаковка была их в одном магазине куплена как бы это не то что там одни купила там другие купила там и у меня было два горшка тут а валерьяна беленькая что не до сих пор у меня цветут и я рассадила 5 цветков в один горшок и 5 цветков другой горшок и в том и в том горшке была еще старая земля что нужно два года то я артуру нафиг не надо он естественно цветочки не высаживал на террасе и это еще осталось когда петунии высаживала но сейчас уже не два сейчас уже три года назад и я как бы повтыкала в те горшочки один цветет у меня и растет до сих пор и второй я даже антибиотик покупала специально чтобы цветы прижились думаю мало ли что потом я посмотрю все они пропадают тут как посадила они вот такие те уже цветут уже такие огромные эти вот такие я и что до подумала думаю наверное кот вот этот наш рыженький красивый кот наверное туда напрудил и но опять же понюхала мочой кошачьей не воняет извините за такие подробности ну думаю ну мало ли может быть какой-то там этот жучок завелся и там что корешки эти поел я выкинула не цветут не цветут я купила анютины глазки посадила туда анютины глазки в новую землю горшок естественно помыла так вот смотрите в горшках смотрите в цветочных горшках у меня пропала фиалка которая была здесь мне ее подарили вот на новоселье это уже сколько шесть или семь лет наверное назад было и она у меня всегда цвела и когда мы приехали она у меня вообще такая красивая наверное есть где-то на видео по что и и фотки я в инстаграм выкладывала очень красиво она разрослась прям ну такая красивая и вот она у меня пропала это дома цветок я не проверяла ну пропала и пропала выкинула не смотрела что эту землю в горшке тоже выкинула и смотрите обязательно шторки я не знаю подушки но я ничего не нашла в спальне слава богу мамина комната спальня милен комната артур все все как бы ну что я буду вам врать ничего не было было вот в коридоре и было в диване просматривайте шторки просматривайте под ковриком если у вас этот коврик есть потому что мы на многое не обращаем внимание потому что как говорится у нас уже 21 век эпоха таких современных технологий мы все вот с телефонами у нас как-то все уже мозги туда направлены но есть люди которые наверное еще живут в тех временах мысленно или как по своим вот этим вот ощущениям я не знаю но то что это как оказалось есть и во франции потому что здесь тоже писали вот это наверно те кто из украины был до тех кто из украины был вот люди они у нас там одну-две ну максимально вот одна семья на три ночи останавливались им было абсолютно не до этого у них были абсолютно другие мысли и как бы но я не знаю я не могу на них подумать потому что когда ты делаешь добро когда ты предоставляешь свой кровь когда ты предоставляешь еду когда ты накладываешь еще две-три сумки одежды и каких-то там бытовых вещей которые там прокладки зубные щетки всю мочалки шампунь гель для душа и человек после вот этого всего будет тебе что-то делать но не знаю я я опять же я сужу со своей колокольни и то что нужно делать уборку с солью опять же я к этому убедил ну этому убедилась потому что очень многие из вас оказывается даже раз в месяц кто-то писал кто-то два раза в месяц что соль она выбирает в себя все вот это вот плохое негативное от этого хуже никому не будет от того что ты там добавишь эту соль помоешь пол или от того что ты пройдешься со свечкой по дому или от того что ты прочитаешь молитвы от этого никому хуже не будет но уже будет уверенность в том что ты защитишь себя свой дом свою семью от вот таких вот вещей которые ну я я же говорю я не верила не взглаз я не видите веришь не веришь она есть и раньше я бы даже наверное спорила когда мне писали что-то их не помню это было до давненько тоже на канале девчат писали что что-то у тебя а когда похудение то начиналась одна там у меня диета то другая и девчонки писали ой да у тебя что-то странно как бы люди на на том питании что ты показываешь они уже там 40 килограмм бы весили что что-то у тебя там не совсем хорошо и я еще так спорила в коментах что да что вы там да вот это из того что у меня щитовидки нет да вот вы не понимаете ну и как бы потому что я не знала и я не сталкивалась а люди которые знали и сталкивались они высказывали свое мнение и не больше не мне не хотели обидеть мне тогда казалось что у меня просто хотели обидеть что я как-то там что-то наверное подъедаю на нычке пока я там показываю одно сама там лопаю совершенно другое поэтому девочки каждый из вас может относиться к сказанному мной так как он считает нужным но то что было у нас и то что происходило это это действительно правда и мне нет никакого смысла что-то придумывать или вы видели в каком я была состоянии я вам показывала свои вот эти снимки и возможно конечно из-за того что там как девочки тоже говорили что ангел-хранитель возможно из-за того что я не верила что все это обошлось без операции до побаливает до сих пор да но я не могу вот так вот лечь как вот я лежал играть девочки как мне плохо девочки девочки и потому что мне сейчас не так плохо и я уверена сейчас на более чем сто процентов что когда вот эта вся дрянь ушла когда я все вот это вот вычистила выкинула что все будет нормально и конечно же ни в коем случае не берите руками я не знала что это нельзя брать руками но и тут даже еще знаете спонтанность сыграла потому что когда я отлепила вот этот кокон он выпал и когда ну ты видишь что-то упала ты берешь и смотришь я так взяла и прямо шуток откинула поэтому если что-то подозрительное непонятное вот у вас там где-то засветилась выпало вылезла высунулась или вы где-то что-то заметили лучше не брать это руками и конечно же ну опять же я не знала что я выкинула в мусорку слава богу что не в свое хватило ума вынести из дома и вот это пубель которая муниципальные стоят что я выкинула туда но как все мне написали не просто там кто-то все написали что всю эту дрянь нужно конечно же сжигать так девочки ну что буду я заканчивать надо опять вот думала быстренько расскажу и краску покажу да все такое и опять но нож видишь как в двух словах не расскажешь хочется чтобы подробно было ну ладно краску тоже покажу и сейчас я прям сейчас напишу у девчонкам письма и узнаю если может нужно какое-то время вы ждать я не знаю я понимаете то что я знаю я говорю то что я не знаю я не говорю что после вот этого очищения может нужно какое-то время вы ждать потом рассказывать или как это все нужно короче я с ними свяжусь напишу оле потому что ну олен совет он наверное ну больше для очищения как бы и охраны именно себя не дома вот именно себя и но хочу сразу предупредить что после вот этого будет плохо вот как было плохо мне будет все что у тебя болело но все у тебя начнет болеть и ты себя будешь чувствовать ну тут знаете никакой ты как вареный как в тумане самочувствие конечно не очень но в принципе оно и ясно если непонятно что там какие я вот раньше в фильмах то смотрела знаете куклы какие-то вот это их там иголками кулят все ну и вообще даже такие фильмы я не люблю смотреть как бы для меня это не интересно это это не моя жизнь это это не мои приоритеты и не дай бог никому с таким столкнуться потому что я и внешне стала хуже выглядеть и самочувствие было ну просто ужасное и состояние вот такое вот ногу как не психологическая а вот ну депрессивная наверное даже да потому что ты болеешь у тебя ничего не клеится во всех по всех как говорится на всех фронтах везде все плохо и конечно же это удручает так что девочки желаю вам никогда не даже если вы сталкивались что больше не сталкивались если никто не сталкивался то никогда чтобы с этим не сталкивалась чтобы никогда у вас не было вот таких вот друзей в кавычках которые могут вот такое вот такую вот гадость сотворить все мои хорошие целую обнимаю постараюсь сегодня сделать видео по тем вопросам которые вы мне задавали по покажу все что там вы меня просили ну и желаю всем хорошего начала дня хорошего настроения здоровья мирного неба ну и как я уже сказала надеюсь увидимся сегодня вечером